До конца текущего года возможно укрепление рубля на отметке 72-73 рубля за доллар. Однако для инвесторов в настоящее время гораздо важнее ожидания по долларовой инфляции, съедающей часть дохода. Об этом газете «Известия» рассказал управляющий активами БКС «Мир инвестиций» Андрей Русецкий. Как отмечает эксперт, Соединенные Штаты Америки столкнулись с увеличением объема наличных денег в обращении в связи с вливанием в экономику существенного объема ликвидности и ростом государственного долга. Русецкий считает, что столь значительные стимулы могут привести к повышенной инфляции доллара. Согласно актуальным данным, инфляция составит 4,2%, это один из самых высоких показателей за последние 30 лет. В связи с повышенной инфляцией обычно снижается покупательская способность населения, ослабевает валюта, растут издержки. Как следствие, возникает новый виток инфляции. На этом фоне валютные сбережения лучше хранить в виде акций в долларах США и облигаций развивающихся стран, а также в сырьевых активах, отмечает Русецкий. Что касается займов, лучше их брать в той же валюте, в которой вы получаете доход. Главный аналитик Телетрейд Марк Гойхман рассказал, что снижение курса доллара до 50 рублей зависит от ряда факторов, и добавил, что вероятность такого понижения составляет порядка 25%. Если говорить о благоприятных условиях, которые могут повлиять на курс рубля, это отказ от угроз санкций, кардинальное изменение отношений со странами Запада, экономический бум в России и в мире, а также повышение стоимости нефти Brent до 80-86 долларов за баррель. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова